Поэтому, когда мы говорим о президентских выборах, я хочу, чтобы это все осознали. Потому что кричат некоторые, что давайте, вот ни в коем случае не должны участвовать, потому что тот, который участвует в президентских выборах, это Гриша Петренко, мне кажется. Да, это заявление. То это делает игру Плохотнюка. А что вы предлагаете другое? Вот Григорий, я его хорошо знаю. Григорий, а что, тем более мы выступали в его защиту, и, кстати, они... И после... Под слово депутатов от партии социалистов. Кстати, после этого они нас критикуют. Вот и Гриша Петренко, и другие активисты. Когда уже был переведен под домашний арест. Да, мы как бы сделали все возможное, чтобы им помочь. И за это в благодарность они нас сейчас полностью критикуют. Мы это не забудем, чтобы они тоже знали. Потому что... Мне зону бать кубец, если они бомбан, у меня с конкурент факт убьют. Но вопрос не в этом. Но они предлагают, давайте не будем участвовать. Тогда что вы предлагаете? Как сместить эту власть? Или вы готовы до 2019 года так бегать по улице? Президентская должность, президентское кресло, это реальный рычаг. Да, это не все. Да, это не досрочные выборы сразу. Но это реальный рычаг для того, чтобы бороться с этой властью. Для того, чтобы попытаться сделать все возможное добиться досрочных выборов в следующем году. А если они призывают не участвовать в этих выборах, тогда выигрывает кто? Выигрывает власть. И это будет тогда всенародно избранный президент. И как тогда свергать эту власть? Если вы говорите А, говорите Б. Тогда что вы предлагаете, чтобы революцию устроить? А если устроить революцию, кому это выгодно? Давайте посмотрим. Это как раз тот сценарий, который я говорил. Это выгодно американцам. Это выгодно геополитически сделать еще одну горячую точку. Попытаться втянуть сюда Россию. И вот вам если сказать, вот видите, и полыхает еще что-то на границе с Россией. Зачем нам это нужно? Поэтому вот те ребята, которые революционеры такие говорят, давайте. Ну, если вы призываете к бойкоту, тогда скажите, дайте людям куда? Если не это, да, вот есть возможность избрать президента промолдавского, государственника. Если вы с этим не согласны, тогда скажите народу, а что вы предлагаете? Если не это, тогда что? Революцию предлагаете? Сжигать здание? Потому что это власть, просто так она не уйдет. Или вы готовы сидеть до 2019 года? Но к 2019 года что случится в Молдове? Вы видите в этом году сколько они? За два месяца? В марте проводят марш унионистов. В Кишиневе и берут дворец Октомбрии, ну, национальный дворец, и проводят свату целей. В мае, уже 9 мая, они танками НАТО хотят в Кишиневе. Вот вам. И 22 мая православный праздник, марш геев в Кишиневе. Что еще нужно? Да, что будет через 2-3 года, если мы ничего сейчас не сделаем? Поэтому бороться за президентское кресло нужно, и мы будем за это бороться. Совершенно верно. Замечание, что отвергая то или иное предложение, всегда нужно предлагать что-то достаточно, ну, такого же уровня, или достаточно продуманное предложение. То есть, отвергая, всегда предлагая. Нужно объяснять, потому что люди должны знать, лидеры зовут куда. Вот наша позиция, да, мы должны добиться досрочных, было бы желательно досрочных вместе с президентским. Не получится досрочный, нужно выиграть президентский, и с того кресла добиваться в 2017 году, что были досрочные парламентские выборы. Вот это наш план, четкий, ясный, понятный. И борьба с этой властью, никаких коалиций, никаких вариантов, никаких договоренностей. Вот это то, что мы предлагаем людям. И люди в это верят, судя по вопросам и так далее.